Не секрет, что наша страна переживает серьезный демографический кризис. Он угрожает как ее территориальной целостности, так и самому существованию ее государственности. Граждане репродуктивного возраста чаще больны, чем здоровы. Подвержены алкоголизму и наркомании, принявшим размеры национального бедствия. Эти проблемы пытаются решить многие – чиновники, ученые, врачи. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет также сознает свою ответственность перед настоящим и будущим. Ответственность за формирующуюся социальную среду, моральный климат, нравственность. В преддверии нового учебного года политехнический открывает единственный в Петербурге центр охраны репродуктивного здоровья учащейся молодежи. Конечно, как ректор я прежде всего заботюсь о том, чтобы студенты нашего университета были здоровы. И это определяет их успех в учебе, в успешной карьере, в успешной жизни вообще. В центре помогут родить здорового малыша, избавиться от вредных привычек, окажут консультативную и лечебно-диагностическую помощь. А главное – убедят молодежь о необходимости наблюдать и анализировать свое состояние здоровья, вести здоровый образ жизни. У нас есть несколько программ по адаптации первокурсников. Сейчас очень большое количество первокурсников приезжают из областей городских, где-то 60-40% всего. Поэтому, конечно, идет большая адаптация к социальной жизни, к учебе, к новым условиям труда, учебе, взаимоотношениям. Поэтому вот этим вопросом мы тоже будем заниматься. Открытие Центра охраны репродуктивного здоровья молодежи в Политехническом – социально значимое событие для всего города. С 1 сентября здесь готовы бесплатно оказывать комплексную специализированную медицинскую помощь, психологическую поддержку в сложных жизненных ситуациях подросткам и молодежи от 14 до 24 лет из более чем 20 учебных заведений города. Мы планируем вот этот район в будущем развивать вообще-то в этом направлении. Вот рядом стоящий корпус планируется перевести в течение ближайших 10 лет в медико-биологический центр. У нас здесь профилактория, у нас здесь городская поликлиника, центр репродуктивный. Создана лаборатория дегенерационных изменений клеток вот на четвертом этаже супер шикарного мирового уровня. И мы сюда сконцентрируем все те медицинские направления, которые есть в университете. Почему? Потому что ведущий университет обязательно в своей структуре должен иметь медико-биологические исследования, даже, может быть, и с небольшим стационаром. Помещения центра приятно удивляют своей простотой и опрятностью. Здесь постарались создать обстановку, близкую по духу для современной молодежи. Центр будет работать по принципу комплексности, по которому работают клиники, дружественные к молодежи. Уникальность данного центра заключается в союзе 4D – добровольность, доступность, доброжелательность и доверие. Городу сегодня необходима такая специализированная служба. Служба, ориентированная именно на подростков и молодежь, как отдельную целевую группу. Уже не дети, но еще и не взрослые. Это здорово, там есть много специалистов, к которым при необходимости я обязательно обращусь. И здорово, что они открылись. Это совместная работа администрации и руководства политехнического университета. Потому что площадку предоставил политехнический университет. Город закупил оборудование, выполнил ремонт. На мой взгляд, в результате таких совместных действий университета и администрации Санкт-Петербурга хороший центр, хороший проект. Я считаю, что он достоин и хорошей рекламы, и хорошего повторения. Такие центры, я повторяю, они в обязательном порядке нужны во всех крупных вузовских городах России. Подобные центры в России начали активно развиваться с начала 2000-х годов. Сегодня их уже более сотни в 28 регионах страны. Для Санкт-Петербурга это пилотный проект, которому мы желаем успехов на пути сохранения здоровья нации. А вам, студенты, которым предстоит сдать еще множество экзаменов, зачетов и тестов, мы желаем, что когда придет время сдать самый главный тест в вашей жизни, он оказался положительным. Медиа-центр Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.